Здравствуйте, ребята! Меня зовут Владимир Александрович, и сегодня я проведу для вас урок математики. Но перед тем, как начать изучение новой темы, я предлагаю вспомнить и повторить то, что вы уже знаете. Внимание на слайд. Вам необходимо назвать соседей числа 350. Это числа 349 и 351. Верно. Следующее. Назовите соседей числа 600. 599 и 601. Соседи числа 799. Это числа 798 и 800. Повторили первую часть наших заданий на повторение. Следующее. Нам необходимо вставить число, которое спряталось между числами 539 и 541. Это число 540. 200 и 202. Какое число находится между этими числами? Правильно. Это число 201. Ну и последнее задание. 898 и 900. Какое же число спряталось между этими числами? 899. Переходим к следующему заданию, в котором вам нужно будет вспомнить, как составлять числа по указанным разрядам. Итак, запишите число, которое состоит из двух сотен, пяти десятков и четырех единиц. Это число 254. А следующее число состоит из пяти сотен и восьми десятков. Правильный ответ. 580. Число, которое состоит из восьми сотен и шести единиц. Это число 806. Мы закончили с вами разминку. И теперь переходим к следующей части нашего урока, в котором и познакомимся с новой темой. Вы уже умеете складывать трехзначные числа без перехода через разряд. Сегодня мы с вами научимся складывать трехзначные числа с переходом через разряд десяток. А помогать нам в этом будут трудолюбивые муравьи. Внимание на слайд. У нас представлен пример 135 плюс 247. При вычислении этого примера мы пользуемся знакомым нам правилом. Складываем единицы с единицами, десятки с десятками и сотни с сотнями. Начинаем вычисление с единиц и рассуждаем так. Пять единиц плюс семь единиц. Получим 12. В ответ мы записываем две единицы, а один десяток мы запоминаем. Переходим к вычислению десятков. Три десятка плюс четыре десятка. Получим семь. Да еще один десяток, который мы запомнили, получим восемь. Записываем под десятками. Переходим к сотне. Одна сотня плюс две сотни. Получится три сотни. Читаем ответ. 382. Ну а теперь для того, чтобы закрепить это умение, мы потренируемся и решим несколько примеров. Итак. 156 плюс 324. Запишите этот пример в тетрадь. Сколько же у вас получилось? Проверьте себя. Правильный ответ. 480. Следующий пример. 517 плюс 43. Также запишите этот пример в тетрадь и вычислите. Правильный ответ. 560. Еще несколько примеров решим. 208 плюс 682. Проверьте себя. Получится 890. Ну и последний пример для тренировки. 264 плюс 327. Получится 591. Теперь вы умеете складывать трехзначные числа с переходом через разряд десятков. А сейчас я предлагаю вам составить и решить одну задачу. Я прочитаю условия. А вы внимательно послушайте и скажите мне, какие вопросы мы можем поставить к этой задаче. Так, чтобы она решалась действием сложения. Для ремонта муравейника трудолюбивые муравьи принесли 207 листьев, на 118 больше травинок и на 16 больше прутиков. Ребята, какой первый вопрос мы можем поставить к этой задаче? Верно. Мы сначала узнаем, сколько травинок принесли муравьи. А каким примером мы сможем это вычислить? Правильно. Запишем в тетрадь пример 207 плюс 118. Проверьте себя по образцу. Правильный ответ. 325 травинок. А что мы узнаем в следующую очередь? Какой еще вопрос мы сможем поставить? Верно. Сколько прутиков принесли муравьи? А для этого мы запишем какой пример? 325 плюс 16. Сколько получится? Правильный ответ 341. На этом наше занятие подошло к концу. Мы сегодня с вами научились складывать трехзначные числа с переходом через разряд десятков. А также составляли и решали простые задачи. Я желаю вам хорошего настроения и до скорой встречи.